Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы поговорим о том, как установить порт Google камеры на смартфон Realme X2 Pro. Давайте начинать, поехали! В этом видео я расскажу, как установить данный порт, ну а также поделюсь с вами своим мнением по поводу работы камеры, потому что последнее видео вызвало несколько вопросов. Итак, давайте, чтобы вы не ждали тех, кто пришел непосредственно целенаправленно за тем, как установить. В описании под этим видео будет несколько файлов. Это АПК-файл Google камеры, в котором работает астрофотография, в котором работает видео. Все это дело не вылетает, работает фронтальная камера, основная камера, работают предустановки профилей и все работает отлично. Дает неплохие результаты. Итак, порт у нас Gcam 7.2.0.10. В описании будет ссылочка на него и также будет ссылка на профиля. После того, как вы это все дело загрузите, распакуете, вам нужно сохранить это все в определенную папку и создать папку Gcam. После того, как вы создадите папку Gcam, не туда нажал, при этом это должно быть в корне всего телефона, после того, как создадите папку Gcam, надо создать две папочки. Confix и Confix 7. Именно так, как указано у меня на экране. После этого в Confix 7 мы помещаем профиль, который вы также найдете по ссылке в описании, в папочке в архиве. И после этого уже непосредственно открываете саму Google камеру. У вас все начинает работать. При этом у нас в настройке есть HDR+, HDR, все без каких-либо проблем. RAW, соответственно, таймер, полноэкранный режим, либо исходная 4 к 3. При этом вы можете настроить съемку в 4К, при этом даже выбирать битрейт, это будет 60 кадров в секунду. У вас работает ночная съемка, у вас работает фронтальная камера, и при этом у вас ничего не вылетает, и все работает без проблем. Изображение идет с основного объектива, и никаким образом нельзя менять в настройках Google камеры, нельзя менять, соответственно, с какого объектива будет получать телефонную информацию. Но здесь работает у нас, во-первых, искусственный интеллект в виде подсказок. Он может вам порекомендовать включить ночной режим, либо включить астросъемку. Но работает также электронное увеличение до 30 в фоторежиме и в видеорежиме до 3. Без каких-либо проблем вы можете это все дело, как говорится, отобразить. Также в настройках панорама, замедление, ускорение, в общем, очень хороший качественный порт камеры. Как же нам все-таки настроить профили, как их вообще загрузить? Недаром мы создавали папочку Gcam в корне нашего телефона. Туда также создавали две папочки Confix и Confix 7, куда мы помещали профиля. Профили есть в интернете, на том же форуме FOP.DA. Есть профильная тема, есть тема, касаемо этого смартфона. Оттуда, в принципе, можно. Оттуда я и взял из шапки этой самой темы. Я взял непосредственно эту сборку Gcam и на нее сейчас как бы снимаю. После того, как вы загрузили и сделали все так, как я сказал вам ранее, вы просто рядом со спуском затвора нажимаете, тапаете два раза, у вас появляется вот такое вот меню. Здесь отображаются профиля настройки камеры, именно те, которые вы загрузили в папку Confix или в Confix 7. Из них можно выбрать. У меня сейчас все это дело уже предустановлено и мне ничего делать не надо. Камера рабочая, не вылетает, снимает отлично, можно поиграться с настройками. И, как говорится, что касаемо установки Google камеры, это все делается очень просто. Буквально 5 минут занимает, 3 минуты занимает, да? У кого-то одну минуту займет, если быстро это все делать, сделаете. В принципе, на этом, что касаемо установки Google камеры, наверное, все. А теперь, что касается моих впечатлений и ваших впечатлений о том видео, которое я выпустил в сравнении с токовой камерой и Google камерой. Давайте сразу скажу свое предварительное резюме. Во-первых, надо четко понимать, что смартфон за 30 тысяч рублей в чем-то доэкономили. Естественно, здесь не такие модули камеры, какие бы хотелось бы поставить. Но даже при всех этих вводных снимает камера, даже основная снимает неплохо. В основной камере у нас есть шикарный режим Ultra 64 Мп. В некоторых сценах он снимает даже лучше, чем Gcam, который мы только что установили на телефон. Единственное, что у меня претензии к этой камере есть. Он иногда делает так, что мы, допустим, выключили... Так, сверхширокий угол мы убрали. Мы включили в видео электронную ультра-стабилизацию. При этом будет это все работать именно в 1080-60 кадров в секунду. На фронтальной камере это будет 1080-30 кадров в секунду. Если мы выключаем и делаем 4К 60 кадров в секунду, то иногда при смене объективов, то есть при увеличении, как я понимаю, да, у нас эта настройка потом сбивается на 4К 30 кадров в секунду. Поэтому видео я это не досмотрел, скажем так. И, если честно, не совсем уверен в исходниках, потому что у меня видео выпущено в 1080p 30 кадров в секунду. Само видео снято на смартфон в 4К 60 кадров в секунду. Я, по крайней мере, так думал, да. Но иногда камера автоматически меняет, во-первых, 4К на 30 кадров в секунду. И, естественно, при этом разрешении видео не работает у нас стабилизация. Вообще никакая. Это надо четко понимать. И, конечно же, в видео продемонстрировано сцены при очень плохом освещении. Я снимал ночью. Из освещения были только уличные фонари. И, естественно, при этом сказалось отсутствие стабилизации в 4К 60 кадров в секунду. Вот вам примеры видео более-менее в хорошем освещении. Это снимал буквально несколько минут назад. И изображение, что со стоковой камерой, что с Google камеры, мне нравится более чем на 30 тысяч рублей, скажем так. Поэтому ботхертить тут нет смысла никакого. Так, друзья, вот так снимает у нас фронталка при трехкратном приближении. Смотрим, я только что побрился. Соответственно, вот кожа. То есть, ночной тест, наверное, не отображает в полной мере действительности. Да, стабилизация у нас, соответственно, на 60 кадрах не работает. Это у нас угол камера. На самом деле она вывозит. Очень даже неплохо вывозит. Единственное, что, конечно, в 1080 она снимает, потому что она вот такая вот. Мне кажется, что с приходом Android 10 с улучшениями порта в Google Gcam все станет еще лучше. При этом есть настройки этого же самого Gcam. И у него будут непосредственно разные профили. И поэтому будет немножко разное изображение. Я, скажем так, установлю этот смартфон на стабилизатор. Будет отдельное видео, как работает у нас 4K со стабилизатором. При этом я думаю, что картинка должна получиться очень хорошая. И, естественно, это будет при дневном освещении. И также сниму отдельное видео, где я покажу вам трушный, так называемый, настоящий 4K именно с Google Gcam при хорошем освещении. Поэтому смотрим видос и комментируем, что вы думаете по этому поводу. Тест 4K. К сожалению, на улицу чуть лень выходить. В общем, вот так вот пишет Google Gcam. По мне так, в принципе, очень даже неплохо. Я держу телефон, сейчас держал одну руку, сейчас держу двумя руками. Это тест в дневное время суток, можно сказать. Пожалуйста. Отлично отрабатывает HDR. Включено 4K 60 кадров в секунду. Пожалуйста. Если отлично работает автофокус. Google Gcam. То же самое на стоковую камеру Realme X2 Pro. Причем сложно снимать. В какие-то моменты он сам переключается непосредственно. Ну-ка, опа. Он сам переключается на 30 кадров. Может быть из-за того, что объектив меняешь. Ну, с автофокусом на этом телефоне очень все хорошо. То есть, по сути, если рассматривать как для видеоблогов. При этом у нас стабилизация есть на 1080, 60 кадров в секунду. И нет стабилизации в 4K 60 кадров в секунду. Ну, смотрите, я держусь сейчас одной рукой. Все достаточно неплохо. Давайте попробуем приблизить. В стоковой камере работает у нас Zoom. 2, 5. И это у нас еще, ну, условно говоря, закат. На единичку опять. Вот такие вот результаты. Ну что ж, спасибо, что посмотрели данное видео до этого момента. Как всегда, пишите до нольда, если досмотрели именно до сюда. Обязательно пиши свое мнение в комментариях. Мне очень нравится телефон. Он действительно очень плавно работает. У него хороший процессор. При этом троттлинг у него присутствует от 15 до 20% в зависимости от режима энергосбережения. Производительный или, скажем так, пыльный. Но для повседневных задач этого более чем 90 Гц экран меня более чем устраивает. Дальше продолжаю тестировать этот телефон. Будет сравнение, скорее всего, с айфоном. Будет сравнение с более дешевым сегментом. Поэтому подписывайтесь, не пропускайте. Обязательно нажмите колокольчик. Это очень важно. Все уведомления я буду вам безумно благодарен. Все полезные ссылки, в том числе на Google камеру для этого телефона, будут, еще раз скажу, в описании под этим видео. Ставь лайк или дизлайк. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok